Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Мы благодарим всех, кто счел возможным прийти на этот симпозиум. Очень сложно конкурировать с представлением нашего главного исследования по сердечной недостаточности, приоритет ХСН сейчас в пленарном зале. Но, тем не менее, вопросы, которые для обсуждения предлагают коллеги, они тоже очень важны. Мы приглашаем к дискуссии. У нас 6 выступающих и 90 минут. Предлагается следующий регламент работы. Это не более 12 минут выступления, 3 минуты на вопросы. Будем стремиться к соблюдению такого регламента. Итак, хроническая сердечная недостаточность, жизнь после установки диагноза, взгляд молодых кардиологов и слово моему сопредседателю Кужелевой Елене Андреевне. Уважаемые коллеги, я тоже очень рада приветствовать всех на нашем симпозиуме и хотела поблагодарить организаторов конференции за то, что предоставили нам возможность представить взгляд молодых кардиологов на такую проблему, как пациент с хронической сердечной недостаточностью и его жизнь после установки диагноза. Мы попытались разобрать те вопросы, которые наиболее часто встают перед пациентом и перед его лечащим врачом после установки такого диагноза. И я представляю первого докладчика. Это Соловьева Анжела Евгеньевна, город Санкт-Петербург, с докладом «Организация медицинской помощи при хронической сердечной недостаточности. Куда идти и что делать?» Глубоко уважаемая Светлана Вадимовна, Елена Андреевна, глубоко уважаемые коллеги. Когда мы говорим о проблеме сердечной недостаточности, мы, несомненно, понимаем социально-экономическую значимость этого состояния. Еще в 2021 году группой экспертов Российского кардиологического общества был подготовлен и опубликован документ, содержащий практические материалы, которые описывают в том числе, как должна быть в идеале организована служба медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью. Этот документ представлен в российском кардиологическом журнале, а также на сайте главного внештатного специалиста Евгения Владимировича Шлихту Алмазов-Ридженс. Вы можете ознакомиться с этими документами. Основа – трехуровневая модель организации медицинской помощи с налаживанием как вертикального взаимодействия между отдельными уровнями, так и горизонтального с помощью информационных технологий. Несомненно, на сегодняшний день в большинстве регионов реализуется та или иная стратегия общей концепции организации медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточности. Публикуются региональные порядки по маршрутизации пациентов с сердечной недостаточности. Важным шагом является колоссальный результат работы кардиологического сообщества по актуализации приказа 918-Н, основного документа, регламентирующего кардиологическую помощь, в котором дополнительно для кабинетов, специализирующихся на оказании помощи пациентам с сердечной недостаточности, была заложена дополнительная должность медицинской сестры, и в том числе введено новое приложение по кабинетам школы для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что в том числе позволит нам заложить тарификацию для данной активности, для того, чтобы ее в последующем масштабировать. Однако мы хорошо понимаем, что ни один из документов не будет рабочим, если не будут в процесс оказания медицинской помощи активно вовлечены непосредственно действующие лица, а это пациент и лечащий врач. Если мы представим идеальный маршрут любого пациента с сердечной недостаточностью, то, наверное, он выглядел бы так. Пациент ощущает первые симптомы сердечной недостаточности и сразу обращается в участковую службу. У врача-терапевта есть возможность оперативно выполнить эхокардиографию на триуретические пептиды, чтобы поставить диагноз сердечной недостаточности. При необходимости он может легко проконсультировать пациента со смежными специалистами. Это позволит назначить рекомендованную болезнь-модифицирующую терапию, оттетровать ее до целевых доз. И в совокупности, если пациент будет оставаться под контролем участковой службы, если лекарства будут доступны, если пациент будет принимать их, это обеспечит качественную долгую жизнь без ухудшения сердечной недостаточности, без повторных госпитализаций. Однако мы хорошо понимаем, что в реальности на каждом этапе мы сталкиваемся с барьерами. Задача каждого из нас, кто ведет пациента с сердечной недостаточностью, сделать эти барьеры минимальными для того, чтобы путь пациента с сердечной недостаточностью был максимально приближен к идеальному. Итак, первый шаг. Пациент должен уметь распознавать симптомы. К сожалению, и сам пациент, и часто врачи списывают симптомы или жалобы пациентов на сопутствующие заболевания, возраст, переутомление и другие факторы. И здесь проблема в отсутствии информирования пациентов и отсутствии программ скрининга прицельных для сердечной недостаточности. Почему это крайне важно? Потому что сердечная недостаточность по уровню риска характеризуется экстремально высокой частотой неблагоприятных событий, сопоставимой с онкологическими заболеваниями. И, по сути, это делает сердечную недостаточность самым беспощадным сердечно-сосудистым заболеванием и подчеркивает значимость увеличения осведомленности и информирования пациентов о необходимости как можно более раннего установки диагноза, чтобы изменить траекторию течения заболевания. В прошлом году европейские эксперты предложили акроним FindHF или Найди сердечную недостаточность, чтобы напомнить врачам о необходимости раннего скрининга на натриоуретические пептиды, если пациент жалуется на усталость, избыточное накопление жидкости или отеки, или одышку. Но мы хорошо понимаем, что этот акроним может также работать на пациента. Вспомним пандемию COVID-19. Какая пропорция ваших пациентов не анализировала самостоятельно у себя уровень антиковидных антител? Я думаю, это были единицы. Почему пациенты не могут также анализировать другие показатели сердечно-сосудистого риска, которые, самое важное, повлияют на тактику введения? Уровень NT pro BNP позволяет нас с определенной уверенностью диагностировать сердечную недостаточность. И здесь пороговые значения представлены в экспертном документе, говорящие о высоком риске или высокой значимости сердечной недостаточности. Но важно то, что даже если у пациента будут значения натриоуретических пептидов ниже порогового значения для диагноза сердечной недостаточности, это также имеет значение. Потому что между натриоуретическими пептидами и риском смерти абсолютно линейная связь. Чем выше BNP или NT pro BNP, тем выше риск смерти. И справа вы видите пороговые значения. У женщин NT pro BNP выше 77, у мужчин выше 65 ассоциируются как минимум с двукратным увеличением риска смерти от любой причины. Почему это важно? Потому что на сегодняшний момент у нас есть колоссальные возможности предотвращения именно развития сердечной недостаточности. То есть остановки заболевания на стадии риска развития сердечной недостаточности или в новой классификации предстадии сердечной недостаточности предотвратить или отдалить симптомную сердечную недостаточность. Мы говорим об интерпретации симптомов. Однако часть из наших пациентов просто не достигают того уровня физической активности, который вызовет симптомы. Здесь задача каждого специалиста прицельно, тщательно опрашивать и пациентов, и родственников и выполнять полноценное физическое обследование, включающее в том числе оценку бендапной с его, соответственно, регистрации результатов медицинской документации, оценку набухших шейных вен в численном диапазоне и выполнение отдельной категории пациентов, теста с шестиминутной ходьбой. Это крайне важно. Помимо этого, оценка симптомов ведет нас непосредственно к эхокардиографии. Проблема – то, что, ожидая эхокардиографию в течение нескольких дней, недель, а может быть и месяцев, мы часто получаем неполные данные, не позволяющие нам интерпретировать диагноз. Это данные из Санкт-Петербурга. Анализ порядка полутысячи выписных эпикризов говорит нам, что только в половине из них указано численное значение фракции выброса, а в части просто указывала снижена сократимость, умеренно снижена или сохранена. Это большая проблема для преодоления ее. Экспертами Российского кардиологического общества был предложен минимальный перечень эхокардиографических признаков, которые могут быть обсуждены с командой функциональной диагностики для того, чтобы в ваших протоколах эхокардиографии регистрировались те изменения, которые позволят вам а. объективизировать диагноз и б. мониторировать симптомы сердечной недостаточности, прежде всего застой. И отсутствие программ скрининга и неполные данные эхокардиографии приводят к тому, что диагноз сердечной недостаточности ставится не амбулаторно, а в стационаре. Это действительно реальная практика. Порядка 80% всех диагнозов сердечной недостаточности в Англии ставится впервые именно в стационаре. Это проблема, поскольку часто в стационаре рекомендованная терапия не назначается или не тетруется ввиду выраженных нарушений гемодинамики или других факторов. Опять же, данные из Санкт-Петербурга, только каждому второму пациенту была назначена тройная терапия. Обращаем внимание на рекомендации при выписке. Только каждому десятому данной рекомендации по тетрованию терапии и дате контрольной явки к амбулаторному кардиологу. Неполный выписной эпикриз или преждевременная выписка, в том числе в сочетании с отсутствием преемственности с амбулаторным этапом, приводит к тому, что пациенты с сердечной недостаточностью в нашей реальной жизни, по сути, циркулируют между стационарами, не попадая в амбулаторную службу. И это действительно так. Анализ порядка 43 тысяч пациентов, впервые госпитализированных с сердечной недостаточности, говорит нам о том, что с каждой последующей госпитализации время до следующей существенно уменьшается. Если после первой это может достигать время до 240 дней, то уже после пятой это всего один месяц. С каждой последующей госпитализацией увеличивается вероятность пациента умереть. Именно поэтому повторные госпитализации являются одним из признаков, маркеров высокого риска и показанием для консультации к специалисту сердечной недостаточности, зачем, чтобы изменить траекторию течения заболевания. Однако повторная госпитализация – это еще и благоприятный исход. Второй исход – это смерть. И действительно это так. Обратите внимание, на каждый порядка, каждый шестой, наверное, пациент после выписки из стационара в течение года умирает. При этом смертность наибольшая именно в ранние сроки после выписки. И не случайно этот период называют уязвимым, подчеркивая колоссальный риск пациентов непосредственно в первые три месяца после выписки. Причин для такого высокого показателя смертности в этот период несколько. Первое – неуспех в стационаре, неподготовка пациента к выписке. И второе – отсутствие преемственности. Мы, обсуждая проблему качественного введения пациентов с сердечной недостаточностью в стационаре, подчеркиваем, что крайне важны стандартизированные протоколы введения. Здесь пример очень простого упрощенного механизма или схемы диуретической терапии, которая включает в себя удвоение доз при неэффективности, а не добавление крошечных доз. То есть контроль ранней эффекта уже в первые шесть часов от первого введения и самоконтроль пациентов в стационаре. Когда мы выезжаем в регионы, первый вопрос в отделениях СН, где покажите весы. Потому что если вы не научите пациентов в стационаре самостоятельно взвешиваться по утрам натощак для оценки динамики избыточного накопления жидкости или регресса застой, он, поверьте мне, не будет это делать на амбулаторном этапе. Крайне важно, чтобы пациент был подготовлен к выписке. Один из значимых критериев – это устранение застоя. Но также важны рекомендации по тетрованию терапии, обучение пациенту. У врача в стационаре порядка семи дней, однако у врачей поликлиники всего 12 минут для того, чтобы разъяснить всю информацию. Врачи стационаров должны работать лучше для того, чтобы представить пациенту всю информацию и в том числе, что с ним будет дальше, какой путь для него впереди. А это обязательно явка в ближайшее время, в первые семь дней, к амбулаторному врачу. Это прописано в клинических рекомендациях, соответственно, это крайне важно для того, чтобы улучшить прогнозы. Однако сам визит не должен проходить впустую. Крайне важно, чтобы каждый контакт с пациентом использовался как шанс улучшить его терапию для того, чтобы уменьшить риск повторных госпитализаций и смерти. Доказательством тому исследование Стронг-КЧФ, которое было бы невозможно без работы российских врачей, поскольку 70% включенных пациентов были включены именно в Российской Федерации. Обратите внимание, быстрая инициация терапии 50% дозы перед выпиской и далее быстрое титрование с достижением полных доз уже через 2 недели после выписки и тщательное наблюдение 4 визита в течение 6 недель сделали свое дело снижение риска на 34%. Ну и завершая, уже несомненно, даже если мы назначим пациенту всю терапию, важно, чтобы он оставался в поле нашего зрения. А здесь аспект качественного диспансерного наблюдения, доступности лекарственных препаратов. Однако существенный вклад в данном аспекте вносит программа лекарственного обеспечения пациентов и приверженность пациентов. Важно вовлекать пациентов в процесс лечения. Пример и доказательство тому, что это работает, исследование ЭПИК и ЧЕФ, рандомизированное исследование, в котором пациентам высылали заблаговременно всего трехминутное видео, а также чек-лист, в котором были прописаны целевые дозы терапии сердечной недостаточности. Пациентов просили обсудить с лечащим врачом, почему он не получает целевые дозы или не получает тот или иной препарат, улучшающий прогнозы, снижающий риск смерти. Результат – увеличение количества пациентов, получающих рекомендованную терапию. Ну и в эру цифровых технологий мы не можем не говорить о телемедицинских технологиях и телемониторинге. Обратите внимание, национальное исследование Франции, в котором даже у пациентов с отсутствием цифровой грамотности телефонный контакт ассоциировался с двукратным снижением риска смерти от любой причины. Ну и в качестве примера тех документов, которые были подготовлены и размещены еще в 2021 году, пример формы структурированного телефонного контакта с пациентом, который описывает не только, что нужно спросить у пациента, но и что нужно объяснить ему в качестве аспектов жизни с сердечной недостаточностью. И мы верим, что это позволит улучшить прогноз и уменьшить риски неблагоприятных событий в данной группе. Благодарю. У Анжелы Евгеньевны было тоже 12 минут, она справилась блестяще. Я благодарю вас за безупречное, очень глубокое, очень авторское представление проблемы и освещение барьеров и способов их преодоления на трудном пути пациента с сердечной недостаточностью. У нас нет времени для вопросов, потом в индивидуальном порядке мы сможем после симпозиума еще к этому вернуться. Но Анжела Евгеньевна обозначила барьеры и мы сейчас будем обсуждать, что мы можем сделать, чтобы их преодолеть. Виктория Александровна Сафроненко, Ростов-на-Дону. Оптимальная медикаментозная терапия сердечной недостаточности. Какие лекарства принимать и как долго? Уважаемые коллеги, как мы уже поняли из доклада Анжелы Евгеньевны, что сердечная недостаточность это болезнь, которой нужно управлять. И следует отметить, что важно обеспечивать контроль за течением заболевания и эффективностью проводимой терапии в амбулаторных условиях. И мы с вами знаем критерии эффективности терапевтических мероприятий. Это устранение симптомов сердечной недостаточности, снижение смертности и числа госпитализации, улучшение прогноза и качества жизни наших пациентов. И на сегодняшний день у нас есть болезнь модифицирующая терапия, которая может нам позволить достигнуть всех поставленных целей. На сегодняшний день мы руководствуемся следующими регламентирующими документами. Это европейские рекомендации по сердечной недостаточности 2021 года, пересмотр некоторых позиций 2023 года и вот наши отечественные рекомендации, которые получили свет совсем недавно. И самое главное, что опираясь на эти клинические рекомендации, мы должны обеспечить эффективное лечение сердечной недостаточности в амбулаторных условиях. Эра и эпоха диагностики сердечной недостаточности нас привела к тому, что на сегодняшний день мы имеем три фенотипа сердечной недостаточности. Это с низкой, умеренной, сниженной и сохраненной фракцией выброса. Но самое главное, в чем важность понимания разных фенотипов сердечной недостаточности, это то, что выбор тактики лечения зависит от фенотипа сердечной недостаточности. И говоря об исследовании нашим отечественным приоритетом ХСН, я пока говорю про межуточные данные, дай пока. Продолжение следует... 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 исследование DAPA-HF и Deliver, говоря о вкладе DAPA-глифлозина, который на основании объединенного анализа данных пациентов показал снижение риска сердечно-сосудистой смерти, смерти по любой причине, госпитализации сердечной недостаточности во всем диапазоне фракции выброса левого желудочка, влияя на летальность как от сердечно-сосудистых заболеваний, так и по любой причине. Также влияя на госпитализацию по причине сердечной недостаточности как первичной, так и общего количества госпитализации. Аналогичная ситуация прослеживалась в истории исследования с эмпоглифлозином. Два крупнейших исследования, Emporio Reduce и Emporio Reserve, нам демонстрируют, что эмпоглифлозин также показал снижение риска сердечно-сосудистой смерти и по любой причине госпитализации во всем диапазоне фракции выброса. Говоря об эффективности применения волсартан-сокубитрила у пациентов, также данные совместного анализа исследования парадигм, ЭЧФ и парагон ЭЧФ демонстрируют нам, что сокубитрил-волсартан продемонстрировал превосходство в сравнении с блокаторами РАС, в снижении относительного риска мы видим и по смертности по любой причине, и сердечно-сосудистой смертности, или госпитализации по причине сердечной недостаточности. Следует отметить, что эффекты терапии были отмечены у пациентов с умеренно сниженной фракцией выброса, причем больше у женщин с более высокой фракцией выброса. Ну и мы с вами зваем уже коллеги, знакомы с нестероидным антагонистом минералокортикоидных рецепторов, фенериноном. Он прекрасно себя зарекомендовал и показал в двух исследованиях Фиделио и Фигерег, где демонстрировал снижение почечных, кардиальных, сердечно-сосудистых, конечных точек. На конгрессе кардиологов в этом году были представлены результаты еще одного исследования, амбициозного исследования Фенераст, где оценивали фенеринон как для лечения сердечной недостаточности с умеренно сниженной или сохраненной фракцией выброса. И обратите внимание, что 32 месяца наблюдения, двойное слепое исследование демонстрирует частоту наступления первичной конечной точки на 16% ниже в группе Фенеринона, частота обострения сердечной недостаточности на 18% ниже в группе Фенеринона, а также улучшение качества жизни у такой категории пациентов. Следует отметить, что выводом является, что у пациентов сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса и сохраненной Фенеринон снижал частоту наступления первичной и конечной точки до ХСН связанных с событий, что укрепляет позиции антагонистов минералокартикоидных рецепторов в лечении пациентов этих категорий. Ну и говоря об эффективности и прогнозе, и о влиянии современной терапии пациентов с сердечной недостаточностью сохраненной фракцией выброса, мы видим с вами, что комбинированная терапия антагонистов минералокартикоидных рецепторов, ОРНИ и ингибиторов натрия-глюкозного котранспортера у пациентов с фракцией выброса от 45 до 54 снижает сердечно-сосудистую смертность более чем на 50% и чуть меньше процент снижения в группе пациентов с более высоким показателем фракции выброса. Но, уважаемые коллеги, несмотря на то, что мы имеем весь арсенал лекарственных препаратов в лечении пациентов с сердечной недостаточностью, на сегодняшний день мы с вами видим, что процент назначения болезнь модифицирующей терапии остается низким, и у нас есть резервы для назначения тех препаратов, которые будут и могут влиять на прогноз наших пациентов. И какие же барьеры, раз мы говорим сегодня о барьерах, мы встречаем на пути в лечении наших пациентов. Это барьеры, которые связаны с пациентом, барьеры, которые могут быть связаны с врачом, а также барьеры, связанные с оказанием медицинской помощи. И в частности, например, если говорить о барьерах, связанных с пациентом, Это коморбидные состояния пациента, лекарственное взаимодействие, также это низкая приверженность пациента к терапии. Кроме того, если говорить о связи барьеров с врачом, то мы можем выделить особую клиническую инертность, то есть нежелание врача действовать рекомендациям или же незнание клинических рекомендаций, а также достаточно сложные протоколы, которые тяжелы для осознания врача. Ну и, конечно, есть ряд барьеров, которые могут проводиться, быть в оказании медицинской помощи. Это отсутствие регистров, это отсутствие социальной поддержки и ранняя выписка, например, пациентов из стационара. И, уважаемые коллеги, на сегодняшний день нам рекомендован персонифицированный подход к терапии сердечной недостаточности пациентов с различной фракцией выброса. И вот если мы говорим о пациентах с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса, с учетом индивидуальных особенностей пациента и его фенотипирования, мы должны и можем выделять у него те параметры и критерии, которые могут, предположительно, влиять на эффективность терапии. И, в частности, это артериальное давление, частота сердечных сокращений, фибрилляция предсердия, функция почек и электролитные нарушения. И вот с учетом вот этих всех параметров выделяются 7 профилей пациентов с сердечной недостаточностью и низкой фракцией выброса. И в зависимости от этого формируются фенотипы пациентов для лечения и подбора адекватной терапии у определенных категорий пациентов. То есть мы видим, что в центральный круг занимает квадротерапия, а далее с учетом тех фенотипов повышенного частоты сердечных сокращений и артериального давления мы используем те или иные препараты с учетом влияния на эти патологии. Кроме того, немаловажно, уважаемые коллеги, соблюдать на сегодняшний день рекомендации по изменению тактики ведения пациентов. А особенно самое важное, что мы должны а соблюдать квадротерапию и инициация терапии важна в ведении пациентов. И у нас на сегодняшний день есть два варианта. Это быстрая последовательная инициация с тремя шагами, которые должны быть выполнены в течение четырех недель. А далее в последующем будет тетроваться доза или же одномоментная инициация болезнь модифицирующей терапии сердечной недостаточности. То есть мы назначаем все четыре препарата в один день с последующей тетрацией тех препаратов в дальнейшем, если это необходимо. Говоря о профилировании пациента в сердечно-недостаточности сохраненной фракции выброса, мы также видим, что центральное место занимают ингибиторы натрия-глюкозного код-транспортера и диуретики, если есть у пациента застой. Далее мы принимаем решение с учетом коморбидности, какие группы препаратов необходимо добавить в план лечения пациенту. И, уважаемые коллеги, это исследование, о котором говорила Анжела Евгеньевна, которое демонстрирует нам три основные задачи, которые необходимы. Это ранняя и быстрая ранняя инициация терапии, быстрая тетрация дозы и, конечно, тщательный контроль за состоянием пациента. Основанием этого и результаты этого исследования стали рекомендуемые интенсивные стратегические ведения с инициацией и быстрым тетраванием доз оптимальной медикаментозной терапии перед выпиской и во время частых и тщательных визитов наблюдения. Кроме того, на сегодняшний день у нас есть регламентирующие документы, которые также могут помочь нам повысить приверженность терапии пациентов и обеспечить врачам возможность назначать необходимые препараты. Это приказ, который в 2022 году позволил нам включить 8 препаратов, которые помогают лечить нам сердечную недостаточность в рамках вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И с 2024 года добавилась шестая группа пациентов к пяти имеющимся. Это шестая группа пациентов в комбинации с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса менее 40% и с фибрилляцией предсердий. И все болезньмодифицирующие препараты такой категории пациентов будут в льготном, уже есть в льготном лекарственном обеспечении пожизненно. Уважаемые коллеги, поэтому эффективным лечением сердечно-недостаточных в амбулаторных условиях является тандем врача и пациента. Виктория Александровна, спасибо большое за доклад. Подождите, Виктория Александровна. Маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, несколько слов о тактике ведения пациентов с улучшенной фракцией выброса. На сегодняшний день тактика ведения пациентов с улучшенной фракцией выброса такая же, как пациентов с низкой фракцией выброса. Ответ на вопрос, как долго? Как долго мы хотим, чтобы он был у нас с улучшенной фракцией выброса. Спасибо. веке до нашей эры заметил, что больные часто нарушают предписание врача. И какую бы терапию мы ни назначали, если пациент не будет ее получать, то эффективность ее, конечно, будет минимальной. Удивительно, но на сегодняшний день, начиная с V века до нашей эры, актуальность этой проблемы остается на высоком уровне. И вот в базе данных ПАБМЕТ находится более 150 тысяч публикаций на тему приверженности к лечению, начиная с конца XIX века. Что же такое приверженность? Приверженность – это степень, с которой пациенты следуют указаниям врача о времени, частоте и дозировке при приеме лекарственного препарата. Я бы хотела отметить, что в Российской Федерации появились документы, это российское национальное руководство и международное методическое руководство по приверженности к лечению. То есть они обобщают всю имеющуюся информацию и дают очень подробные опросники для оценки приверженности лечению у тех или иных категорий пациентов. И согласно данным документам, определение приверженности оно несколько расширено, и помимо соблюдения режима приема препаратов, также в него включено соблюдение диеты, осуществление других мер по изменению образа жизни, медицинское сопровождение. И это, безусловно, очень важно. Интересно отметить, что несмотря на то, что в системе данных ПАБМЕД мы видели 150 тысяч публикаций, авторы методического руководства заключают, что исследований приверженности до сих пор выполняется недостаточно. Это происходит потому, что для изучения приверженности используются разные, часто несопоставимые способы, инструменты и шкалы, которые обладают разной чувствительностью, специфичностью, и мы просто не можем их объединить в один какой-то анализ и качественно проанализировать. При этом накапливается все больше доказательств, свидетельствующих, что приверженность к лечению является одним из ведущих факторов успеха к лечению. Итак, каковы же факторы, которые влияют на приверженность? Условно их можно разделить на несколько групп. В первую очередь это демографические факторы, это пол, возраст пациента, его социальный статус, образование, на которые в целом мы повлиять не можем. Другие факторы, вторая группа факторов, это факторы, связанные с заболеванием, которые можно разделить на факторы, связанные с препаратом и схемой его приема. То есть чем проще схема, тем выше приверженность к лечению. И также факторы, связанные с самим заболеванием, с наличием или отсутствием симптомов. Считается, что если пациент не чувствует симптомов, то его приверженность к лечению будет ниже, соответственно. И факторы, связанные с пациентом, включающие осведомленность о своем заболевании и о методах лечения, и характер взаимодействия между врачом и пациентом, что также очень важно. При этом предикторами достаточной приверженности является высшее образование пациента, наличие у него группы инвалидности, старший возраст, и однократный прием препарата считается оптимальным для более высокой приверженности. Но мы, уважаемые коллеги, понимаем, что пациенты с тяжелой сердечной недостаточностью, наши больные, мы просто не можем обеспечить им однократный прием препарата. Это всегда двухкратный, иногда трижды в день приходится принимать препараты больному. Это много препаратов. Поэтому очень сложно обеспечивать у наших пациентов высокую приверженность к лечению. Наша научная группа много лет, вот здесь с 2012 года, то есть уже на протяжении 12 лет занимается изучением приверженности к лечению в разных когортах больных. И я бы хотела представить некоторые наши данные. В 2012 году мы включили в когорту исследования приверженности пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда, но вопросы по приверженности касались амбулаторного этапа. Понятно, что в стационаре пациенты находятся под присмотром и в основном принимают препараты. Мы спрашивали их об амбулаторном этапе. В 2017 году мы включили пациентов, которые обратились за амбулаторной консультативной диагностической помощью, то есть это стабильные, компенсированные больные. В 2019 году это вновь была тяжелая когорта больных с сердечной недостаточностью, с обструктивной ишемической болезнью сердца, которые были госпитализированы для проведения ревоскулиризации. И вы видите, в 2021 году вновь амбулаторные, и в 2024 году при подготовке к этому докладу мы вновь провели анкетирование больных, тех пациентов, которые были госпитализированы в стационар. То есть у них течение заболевания не было стабильным. Количество больных и доля пациентов с сердечной недостаточностью в группах представлено на слайде. Итак, уважаемые коллеги, доля пациентов с низкой приверженностью к лечению, красная, закрашенная часть круга, это как раз пациенты, которые нерегулярно пьют препараты. Посмотрите, у наших больных доля неприверженных пациентов составляет от 43 до 56%. Каждый второй пациент тяжелый, с тяжелой сердечной недостаточностью препараты принимает нерегулярно. Интересно, если разделить эти наши когорты на больных, которым потребовалась госпитализация в стационар, и пациенты, которым достаточно было амбулаторного наблюдения и лечения, то мы видим, что в группе амбулаторных пациентов доля неприверженных пациентов была существенно ниже, составила 43%. А пациенты, которым потребовалась госпитализация, доля неприверженных больных была гораздо выше и составила 56%. То есть, возможно, это явилось одной из причин нестабильного течения прогрессирования заболевания и госпитализации таких пациентов в стационар. Мы задавали пациентам вопрос, каковы возможные причины отказа от приема препаратов. Здесь также данные представлены по годам, и основной причиной на протяжении всех с 2012 по 2024 год сохраняется у пациентов забывчивость. То есть от 42 до 38% пациентов говорят, что они не принимают препараты регулярно, просто потому что забывают это делать. Вторая по значимости причина в 2024 году – это высокая стоимость лекарственных препаратов. Каждый четвертый пациент указывает именно эту причину плохой приверженности к лечению. Мы видим, что в 2012 году этот фактор был существенно ниже и составлял всего 4%. И, возможно, это было связано с тем, что, во-первых, препараты дорожают, во-вторых, количество препаратов, которые мы должны назначить пациентам с сердечной недостаточностью, постоянно увеличивается, и действительно получается достаточно большая сумма. Каждый пятый пациент опасается побочных эффектов, и также каждого пятого пациента беспокоит полипрагмазия – большое количество рекомендованных препаратов. И на этой диаграмме мы видим два таких позитивных момента. Это существенно снизилось количество больных, которые не чувствуют эффекта от терапии, не потому что, мы так считаем, не потому что они его реально чувствуют, а потому что, наверное, мы смогли им объяснить, что они не всегда должны физически чувствовать эффект от терапии. Иногда эффект от терапии может быть лабораторным, инструментальным. То есть, наверное, нам удалось донести это до пациентов. И до нуля снизилась доля больных, которые сомневаются в правильности назначения. То есть, в 2012 году доля таких больных была 14%, в 2024 все пациенты доверяли своему лечащему врачу и в качестве причины плохой приверженности не называли. Здесь немножко по-другому разделили когорту. Тот же вопрос, каковы возможные причины, разделили на пациентов, лечившихся амбулаторно и тем, кому потребовалась госпитализация в стационар. Итак, пациенты, которые требовали госпитализации в стационар, у них основная причина – это забывчивость. 40, почти каждый второй пациент дома забывал принимать препараты, и, видимо, в связи с этим и потребовалась ему госпитализация. И также важной причиной в этой когорте является боязнь побочных эффектов. Но нам интересно посмотреть на стабильных пациентов, которые лечились амбулаторно, то есть им достаточно было амбулаторной помощи, и у них основной причиной плохой приверженности является большое количество принимаемых препаратов, полипрагмазия. Наверное, здесь есть возможность воздействия на этот фактор у нас, как у врачей, мы должны стремиться таким стабильным пациентам все-таки переходить на фиксированные комбинации лекарственных препаратов для того, чтобы уменьшать количество таблеток. И мы видим, что это важно именно в когорте стабильных пациентов, которые наблюдаются амбулаторно. Способы повышения приверженности к лечению по мнению пациентов. Как в 2012 году, так и в 2024 году основным способом повышения приверженности, по мнению больных, является предоставление подробной информации от врача о назначаемых медикаментозных препаратах. Это больше половины пациентов хотят и считают, что если бы врач им рассказывал более подробно о принимаемых препаратах, их приверженность была бы гораздо выше. Еще четверть пациентов считает, что им требуется более подробная информация от врача о заболевании. И 21% пациентов хотят чувствовать более пристальное внимание со стороны врача к себе. Но в целом, если мы будем рассказывать пациенту о препаратах, о заболевании, он, я думаю, уже удовлетворится, ему будет достаточно внимания со стороны врача. И по 15% пациентов считают, что необходимо устранить недостатки оказания медицинской помощи и снизить цены на лекарственные препараты. То есть основным способом повышения приверженности, по мнению пациентов, является повышение информированности. И это имеет под собой определенный фундамент. Мы задали пациентам вопрос, какой лекарственный препарат вы обычно принимаете при высоком артериальном давлении. 80% пациентов принимали те препараты, которые, в общем, и нужно принимать. Но были и такие, которые принимали спазмолитики, нестероидные противовоспалительные, нитроглицерин. Один пациент даже при высоком давлении трайкер принимал, и ему помогало. Как ни странно, все хорошо. То есть это показывает этот опрос, в общем-то, что пациенты недостаточно информированы даже при острых ситуациях, что принимать. Коротко выводы. От 43 до 56% с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют недостаточную приверженность к медикаментозной терапии. Около 20% наших пациентов не знают, какие препараты необходимо принимать при высоком давлении и стенокардии. Трое из четырех пациентов считают, что улучшить приверженность можно путем повышения информированности о заболевании и о назначаемых препаратах. Каждый четвертый практически амбулаторный пациент причиной плохой приверженности называет большое количество лекарственных препаратов. Позитивная тенденция. С 14 до 0% уменьшилось недоверие к врачу пациентов в качестве причины плохой приверженности к лечению. Закончить я бы также хотела цитаты Гиппократа, который сказал, что некоторые больные, несмотря на сознание обреченности, выздоравливают только потому, что уверены в мастерстве врача. То есть нам необходимо и дальше стремиться повышать доверие пациентов к своим врачам, рассказывать им о заболевании, о назначаемых препаратах, и тогда наша терапия будет более эффективна. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Елена Андреевна, за представление собственных столь интересных результатов и из многочисленных доменов, которые определяют неприверженность. Вы выбрали те, которые связаны с пациентом. Это очень важно. Коллеги, вопросы из зала, пожалуйста. У нас есть время, полторы минутки, на то, чтобы что-то спросить. Пожалуйста. Микрофон у нас есть. Пользуетесь ли вы в своей клинической практике опросниками по приверженности Мориска Грина, вот здесь он расширенный опросник. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, в своей клинической практике опросникам как таковым мы не пользуемся. Но мы всегда уделяем внимание вопросам. На самом деле опросник Мориски Грина очень простой. Там четыре вопроса. Пропускаете, не пропускаете прием таблеток? Если чувствуете себя хорошо, пропускайте или нет? Если чувствуете себя плохо, пропускайте или нет? И как вы по часам? То есть внимательно ли вы к часам приема препаратов? И формально мы опросник не заполняем, не просим пациентов. Ну, такой чек-ап, эти вопросы мы всегда задаем. То есть если вы чувствуете себя хорошо, и объясняем, что нужно пить препарат. Это очень важно. Пациенты с развитием, с появлением приказов льготных программ различных, если пациент по какой-то причине не получает, ему не выдают препарат по льготной программе, он решает, не выдают вот сегодня, вот на этот месяц почему-то не выдали, он решает, что, наверное, этот препарат не важен, и я больше его пить не буду, он себе его не покупает, и месяц он находится без препарата. То есть мы достаточно часто сталкиваемся с такими случаями, поэтому необходимо пациентам объяснять, что даже если у вас не получилось получить по льготе лекарственный препарат, вам, значит, нужно купить и без перерывов продолжить прием препаратов. Спасибо большое, Елена Андреевна. Пока Елена Андреевна двигается к своему месту в президиуме, я еще буквально 30 секунд по поводу приверженности. Вот Елена Андреевна определила приверженность как степень выполнения рекомендаций по приему терапии. Это может быть скорее комплайнс приверженности, такой очень широкий термин, степень согласия с врачом во всех аспектах по образу жизни. И, дорогие коллеги, в свое время, занимаясь много вопросами приверженности, меня потрясли результаты одного исследования, которое проанализировало многие РКИ с активным вмешательством против плацебо и анализировали отдельно события в группе плацебо, внимание, приверженных к плацебо против неприверженных к плацебо. И приверженные к плацебо имели лучшие исходы. Это говорит о том, что приверженность к приему лекарственного препарата – это лишь часть приверженности к здоровому образу жизни, заботе о своем здоровье, ответственности за свое здоровье. Очень интересный и важный аспект. Ну а одним из важных моментов, которые могут мешать и врачу, и пациенту, это, конечно же, полипрагмазия. И в отношении сердечной недостаточности это очень сложная проблема. Сейчас будут очень важные термины, поэтому Андрей Николаевич Багликов, Калуга их представит. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, добрый день, глубоко уважаемые председатели. Мой доклад действительно называется «Полипрагмазия у пациентов с сердечной недостаточностью». И за отведенное короткое время постараюсь осветить максимально эту проблему. До сих пор сегодня нет четкого определения, что же такое полипрагмазия или полифармакотерапия, как ее называют за рубежом. А именно нет четкого количества лекарственных препаратов, которые принимает одновременно пациент, чтобы мы это состояние называли полипрагмазией. Ну вот авторитетные медицинские словари вообще не предоставляют никакого конкретного количества, никаких цифр. Российское законодательство утверждает, что это 5 и более лекарств за рубежом. Различные источники аналогичны в этом мнении. Но, коллеги, мы с вами понимаем, что в той ситуации, в которой мы работаем и живем сегодня, когда очевиден прогресс лекарственной терапии в сердечно-сосудистых заболеваниях, и практически любое сердечно-сосудистое заболевание сегодня, от артериальной гипертензии до сердечной недостаточности, априори нуждается в назначении комбинации лекарственных препаратов. В той ситуации, когда мы увеличиваем продолжительность жизни наших пациентов, мы сталкиваемся все чаще и чаще с более полиморбидными пациентами, что тоже требует назначения дополнительных лекарственных препаратов. Естественно, в этих условиях мы понимаем, что 5 и более лекарств принимает, но если не каждый, то большинство пациентов с сердечной недостаточностью, особенно старше 60 лет. Поэтому за рубежом был принят еще такой термин, как гиперполифармакотерапия. Это совместное применение 10 и более лекарственных препаратов, и именно эта группа пациентов находится под более пристальным вниманием. Но, как говорят наши коллеги клинические фармакологи, что важно не то, сколько таблеток принимает пациент, а важно, насколько обоснованно это полипрагмазия. Действительно, если посмотреть на пациентов с сердечной недостаточностью, то более 42 пациентов амбулаторных сталкиваются с проблемой полифармакотерапии, а именно с приемом 10 и более лекарственных препаратов. Это одно из североамериканских исследований, которое показало, что 42% пациентов имели такое количество принимаемых таблеток. И интересно, что после госпитализации, при выписке, количество таких пациентов только увеличилось. Причем в большинстве своем оно увеличилось за счет лекарств, которые не связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вместе с тем мы с вами понимаем, глубоко уважаемые коллеги, что количество лекарственных препаратов является самым жестким предиктором риска нежелательных лекарственных реакций, особенно у пожилых пациентов. И шкала Геронтонет, которая показывает и оценивает риск нежелательных лекарственных реакций, которая была валидирована давно, в 2010 году, она однозначно показывает, что чем больше лекарств принимает пациент, тем это ассоциировано с более высоким риском нежелательных лекарственных реакций. Помимо нежелательных лекарственных реакций, полипрагмазия опасна снижением комплоентности, безусловно, об этом говорилось в предыдущем докладе, а также, что очень важно для пациентов с сердечной недостаточностью, уменьшением шансов достижения оптимальной медикаментозной терапии. В одном из североамериканских исследований было показано, что пациенты, у которых есть полипрагмазия, помимо болезнь модифицирующей терапии, у них шанс достижения оптимальной медикаментозной терапии, то есть достижения целевых доз и так далее, значительно меньше, чем у тех пациентов, у которых полипрагмазии не было. Естественно, все это приводит к повышению риска неблагоприятных исходов, и многочисленные исследования также демонстрируют, что увеличение количества принимаемых препаратов пациентами с сердечной недостаточностью увеличивает риск неблагоприятных исходов. Что же мы можем сделать, глубоко уважаемые коллеги, в нашей рутинной практике для предупреждения полипрагмазии, ну или хотя бы для обеспечения оптимальной полипрагмазии? Ну, во-первых, стараться назначать лекарственные препараты для терапии коморбидной патологии с лучшим профилем безопасности для пациентов с ХСН. Ну вот возьмем некоторые примеры, например, пациенты с депрессией. Депрессия – это болезнь 21 века. Мы понимаем, что большое количество пациентов, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдают этим недугом и вынуждены в ряде случаев принимать антидепрессанты. Ну вот надо четко понимать, что трициклические антидепрессанты, амитриптилин, которые любят назначать многие неврологи старшего поколения, они противопоказаны пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что обладают целым набором кардиотоксических свойств. А если ваш пациент еще принимает какие-нибудь антиаритмики, например, амидарон, то это ассоциировано с риском лекарственных взаимодействий и внезапной сердечно-сосудистой смерти. Что же можно предложить данным пациентам? Селективный ингибитор обратного захвата серотонина, которые, к сожалению, не показали улучшение прогноза пациентов сердечной недостаточности, но хотя бы отличаются высоким профилем безопасности. Другая ситуация – это хронический болевой синдром, коллеги. Редкий пациент старше 60 лет не страдает болевым синдромом и купирует, как правило, чем? НПВС. И, к сожалению, мало еще кто говорит об этом на приеме у врача, о том, что он принимает НПВС. Между тем, мы должны понимать, глубоко уважаемые коллеги, что НПВС вне зависимости от степени селективности увеличивает риск декомпенсации сердечной недостаточности. Это связано с целым рядом причин. Во-первых, некоторые лекарственные взаимодействия. Мы знаем, что НПВС угнетает образование простагландинов и, соответственно, ослабляют и нивелируют действия блокаторов ингибиторов, блокаторов ренин-ангиотензин-дилестероновой системы. То есть мы даем препараты, они просто-напросто не работают. Если ваш пациент принимает еще и петлевой диуретик, то есть шанс, что НПВС ослабит эффективность и этого препарата, этого класса препаратов, потому что связывается с белком, который осуществляет транспорт петлевого диуретика в почечных канальцах. Ну и нельзя забывать, коллеги, о нефротоксичности инстероидных противовоспалительных препаратов, патофизиология которых многообразная, но в общем итоге это приводит к снижению почечного кровотока, к снижению скорости клубочковой фильтрации, что максимально критично для пациентов с сердечной недостаточностью. Есть ли какие-то альтернативы НПВС? Безусловно, да. И ведущие мировые сообщества в области изучения остеоартроза рекомендуют альтернативные подходы, не связанные с пероральным системным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Ну и еще одна ситуация, это сахарный диабет. Коллеги, мы понимаем, что не каждое сахароснижающее средство, эффективное при лечении сахарного диабета, полезно пациентам с сердечной недостаточностью. Так, теазолидин, диноны, пиаглитозон, например, вызывают задержку жидкости и повышают риск развития декомпенсации сердечной недостаточности. Поэтому этот класс препаратов не рекомендован у пациентов с сердечной недостаточностью. Что еще мы можем сделать? Это по возможности отменить лекарства, которые не влияют на прогноз у пациентов с сердечной недостаточностью, еще и если возникают определенные ситуации. Например, типичная ситуация, это гипотония у пациентов с сердечной недостаточностью. Мы понимаем, что отменять болезнь модифицирующую терапию в этих условиях не является правильным решением, потому что это не ассоциировано, прием ОМТ не ассоциирован с повышением риска неблагоприятных исходов. Это было показано в ряде клинических исследований. Что мы можем сделать? Это уменьшить дозу или лучше отменить препараты, которые не влияют на прогноз. Нитраты, блокаторы кальциевых каналов и некоторые другие опции, например. Что еще мы должны, естественно, в своей клинической практике регулярно использовать? Это не назначать лекарства там, где они не нужны. При лечении сердечной недостаточности мы, к сожалению, тоже являемся отчасти иногда заложниками той ситуации, когда так и хочется назначить антиаритмик при, например, появлении каких-то желудочковых нарушениях ритма бессимптомных. Но этого делать не нужно. Об этом говорят и международные, и отечественные рекомендации, подтвержденные в ряде клинических исследований, что применение рутинных антиаритмиков первого-третьего класса не показано и не рекомендуется при бессимптомных желудочковых аритмиях у пациентов с сердечной недостаточностью. Что рекомендуется, так это, опять же, продолжение тетрации и достижение оптимальной медикаментозной терапии для снижения риска внезапной сердечно-сосудистой смерти. Ну и, наконец, последнее, о чем хотел сказать, это мы должны в своей практике избегать назначения лекарственных препаратов с высоким риском лекарственных взаимодействий. Об этих препаратах мы все прекрасно знаем. Во-первых, это те лекарства, которые влияют на цитохром P450. Напомню, это основная группа ферментов, участвующая в метаболизме большинства лекарственных препаратов. Помним, да, что, назначая, например, антикоагулянты с индукторами, либо ингибиторами цитохрома P450 выраженными, мы рискуем либо увеличить, либо снизить концентрацию препарата, что может привести к неблагоприятным исходам. Ну и простой пример из практики, который произошел в реальной жизни, когда пациент с терапией сердечной недостаточности, получавший дегоксин, ему кратковременным курсом был назначен кларитермицин, антибиотик, который вообще, собственно, лучше не использовать у сердечно-сосудистых пациентов. Это привело к гликозидной интоксикации, потому что кларитермицин связывается с P-гликопротеином, белок, который, так скажем, выводит, ну, если говоря простым языком, выводит излишки дегоксина из крови обратно в кишечник. Произошла гликозидная интоксикация с исходом в желудочковую тахикардию. В помощь нам, чтобы определять лекарственные взаимодействия, риски лекарственных взаимодействий, есть множество интернет-ресурсов, которыми я вас призываю пользоваться в своей клинической практике, потому что все запомнить, безусловно, нельзя. Ну и в заключение хотелось бы процитировать академика, терапевта и основоположника клинической фармакологии в России Бориса Евгеньевича Вотчила, который на обходе профессорском врачам, ординаторам всегда говорил, назначайте как можно меньше лекарств только то, что действительно необходимо. Спасибо. Андрей Николаевич, большое спасибо за Ваш доклад. Действительно, полипрагмазия является большой проблемой в терапии таких тяжелых пациентов, которыми являются больные сердечной недостаточностью. Уважаемые коллеги, может быть, вопросы в зале есть? Дорогие коллеги, короткие комментарии. Благодарна Андрею Николаевичу за то, что начал с определения. Хотела бы сказать, что существует более 130 определений полипрагмазии. Хорошо, что мы не обсуждали их все. Наверное, существенным является то, что сейчас в современном мире существует разделение адекватной-неадекватной, оправданной-неоправданной, обоснованной-необоснованной полипрагмазии. И Андрей Николаевич представил все ключевые признаки оправданной полипрагмазии. Но у Вас все практически было со словом «не». Я бы хотела аудитории сказать следующее, что одним из ключевых признаков оправданной полипрагмазии является назначение нужной терапии, а не только отмена ненужной. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, следующий доклад представит Новицкий Николай Игоревич. Влияние терапии на качество жизни. Возможно ли полноценная жизнь с ХСН? Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте поговорим о качестве жизни, ведь качество жизни – одно из важных компонентов терапии. Конфликт интересов отсутствует. Ни для кого не секрет, и очень много было клинических исследований проявлено о влиянии данной патологии на качество жизни. Мы понимаем, что пациенты испытывают проблемы как с физической активностью, двигательной активностью, так и трудно выполнять какие-то повседневные деятельности. Даже просто заправить банально кровать или приготовить себе пищу может вызывать тяжелые симптомы. Также это и самообслуживание, и, как уже было сказано моим предыдущим коллегой, это испытывают пациенты как тревожность, так и депрессию. И, как в предыдущих докладах было сказано о роли госпитализации во вклад в смертность, госпитализация также оказывает наибольшее влияние на качество жизни пациентов в сердечной недостаточности. Вы видите, большинство респондентов ответило, что именно этот фактор влиял на их качество жизни. Поэтому это стоит учитывать. И вот грамотная организация лечебного процесса, о котором Анжела Гейнер говорила, «Ведение пациентов в бесшовную модель оказания помощи данным пациентам позволит избежать госпитализации и улучшит качество жизни». Посмотрите еще одно интересное исследование. Пациенты с тяжелой метральной недостаточностью их спрашивали перед операцией. Это такой пациент-ориентированное оказание помощи. Выбор метода операции, обсуждение всех рисков. Вы предлагали, например, риски, говорили о том, что вы можете попасть в тот процент, например, 4%, что вы можете умереть, либо какое может произойти с вами кровотечение. И пациенты, несмотря на то, что им честно, правдиво говорили, что есть риски операционные, пациенты, несмотря на то, что есть такие риски, они выбирали операцию, потому что качество жизни с тяжелой метральной недостаточностью, оно оставляло желать лучшего, пациенты были буквально прикованы к кровати и испытывали тяжелые симптомы сердечной недостаточности. Поэтому это очень ценно для нашей когорты пациентов. Ну и также, говоря о связи и о том, что недостаточно актуальное внимание к проблемам сердечной недостаточности, также соглашусь с Анджелой Ангейной, потому что очень большое влияние онкологическим проблемам, огромные деньги выделяются на онкологию, но мы видим, что помимо того, что пациенты с онкологией сейчас выживают больше по сравнению с пациентами с сердечной недостаточностью в том числе и пациенты с онкологией испытывают большее влияние на ухудшение качества жизни по сравнению с пациентами с онкологическими заболеваниями, либо даже сопоставимо, если брать этот ментальный компонент. Определение качества жизни возьмем из Всемирной организации здравоохранения, это восприятие индивидами их положения в жизни, консистенции их культуры и ценностей, и в него входит очень множество доменов, очень много опросников, это и физическое здоровье, и благосостояние, безопасность, окружающая среда, религиозные убеждения, ну, множество на множество, что можно оценить и повлиять на качество жизни. Если говорить о пациентах с сердечной недостаточностью, то определение качества жизни необходимо для ведения пациентов и для проведения рандомизированных клинических исследований, потому что оно, во-первых, отражает вообще восприятие того процесса лечения, который мы ведем с пациентом, во-вторых, позволяет более точно оценить клиническое состояние и, возможно, даже прогнозировать те или иные ухудшения, а также, если мы определим качество жизни, возможно, те методы, которые влияют на нее, улучшат и прогноз, и улучшат пользу от лечения. Ну, а также мы знаем, что это сейчас используется во многих опросниках, которые определяют качество терапии. Какие есть опросники для измерения качества жизни у пациентов именно с сердечной недостаточностью? Перед вами они на экране, и чаще всего используется канзанский опросник, и, наверное, эти аббревиатуры КССК уже всем очень знакомы, и во всех современных исследованиях они используются, и на нем остановимся чуть подробнее. Он оценивает различные домены, это и болезнь, и симптомы, и физически-социальную сферу оценивают эти вопросы, а также качество жизни. И суммарно есть отдельные показатели, и также есть короткий опросник на 12 вопросов, которые также используются в различных клинических испытаниях, в рандовизированных клинических исследованиях. Ну, здесь часть вопросов я привел на экране. Было множественное исследование, учитывая наш тайминг, не стало останавливаться на них, но суммарно можно сказать, что эти баллы коррелируют как с показателями выживаемости, так и с показателями госпитализации, и также улучшение качества жизни коррелирует с улучшением функционального класса паниха, и помогает улучшению выживаемости пациентов именно без госпитализации по поводу декомпенсации. Причем, как сейчас модно говорить, наша новая терапия болезнь-модифицирующая, она работает во всем спектре фракции выброса, то же самое можно касаться качества жизни. Оно ухудшается одинаково у пациентов как с низкой фракцией выброса, так и с сохраненной фракцией выброса, поэтому обоим фенотипам стоит уделять внимание для улучшения качества жизни. Именно поэтому и FDA, и MEI выпустили такие тезисы о том, что даже несмотря на то, что, например, какой-либо из препаратов не докажет влияние на прогноз, но если есть изменения в улучшении качества жизни, то этот препарат может быть зарегистрирован и может быть использован. Оба регулятора признают данную модель. И, как я понимаю, даже обязую включать это в конечные точки исследований. Давайте поговорим о терапии современной, которая позволяет и улучшить качество жизни. К сожалению, или, возможно, к счастью, да, те препараты, которые начинали использовать с ингибитора, в бета-адреноблокаторы не оценивались, в том числе и при реноне оценивались конечные точки по качеству жизни, но уже новые препараты, они все включают в себя, включают данные вторичные, ну, а чаще всего это вторичная конечная точка. Ну, вот исследование парадагмачев, мы видим, что, да, препарат лосартанцикубитрил значимо влияет на качество жизни у пациентов, причем уже на начале лечения, и этот эффект стойко сохраняется на протяжении всего. А вы видите ингибитор АПФ с течением времени, да, вот 3-6 месяцев от организации, качество жизни у пациентов, напомню, там было НЛАприл, снижается, неуклонно снижается. Сохраненные фракции выброса не такие, конечно, значимые результаты, но все же ответ на терапию, когда начинали лечить пациентов, плюс 5 баллов, опросник и ССКЮ была достоверная разница. Ну, а за 8 месяцев, к сожалению, достоверная разница не была получена в данном исследовании. Что касается ингибиторов натрия-глюкозного код транспортера, и, например, ДАПа глифлазина, и в Деливер, и ДАПа ЭЧФ, было значимое влияние, независимо от фракции выброса, было улучшение баллам опросника КССКЮ. Также это же касается ЭМПа глифлазина, ЭМПР-редюст, ЭМПР-презерд. Мы видим, что сразу же препарат начинал действовать и сохранял свой эффект влияния на качество жизни в течение всего периода лечения. Стоит сказать и о других препаратах, которые больше даже степени влияют на качество жизни, это железокарбоксимальтезат, и именно таким показанием он внесен в рекомендации, что для улучшения качества жизни, это два исследования, которых они используются, мы видим, что также всего лишь необходимо пролечить 7 пациентов, чтобы уже на 5 баллов повысить качество жизни по данному опроснику. Всего лишь 17 пациентов пролечить также поможет улучшить практически на 15 баллов. То есть значимо выражалось улучшение качества жизни при терапии данным препаратом. Что касается совсем новых препаратов, вот исследование Финярс, которое было доложено на Европейском конгрессе кардиологов, в этом году также показало, что данный препарат Финяренон изменял вопросники по ЭКССЮ, также увеличило количество баллов, и значимы достоверны были результаты. И набирающие обороты препарат, которые мы будем использовать и используем уже у пациентов, сохраненные фракции выброса, это 7 аглютит. Также на фоне снижения веса параллельно улучшалось качество жизни. Ну, наверное, это и логично, причем очень значимо, кривые расходились, поэтому также это стоит использовать опцию для того, чтобы улучшить качество жизни наших пациентов. Ну и что хотелось бы сказать в завершении доклада, это, во-первых, улучшение симптомов является одной из ключевых целей лечения, и это все очень важно, что данные позиции учитываются и в рандомизированных клинических исследованиях, и в наших как рекомендациях, так и признаются регулирующими органами. Также оценка качества жизни поможет нам прогнозировать, во-первых, и прогнозы, во-вторых, так, как мы лечим, оценить независимо, с помощью пациента оценить наше лечение, наши терапевтические мероприятия, которые мы оказываем. Ну и хочется подчеркнуть, что необходимо больше внимания и в рекомендациях, и в наших клинических алгоритмах, больше вовлекать пациента, как, например, это там сделано в рекомендациях по фибрилляции предсердия, да, этот новый принцип АФК, когда везде в центре внимания звучит пациент. Конечно, мы об этом помним всегда со студенческой скамьи, но не стоит забывать в рутине, наверное, всегда забываем какие-либо вопросы, качество жизни обсудить с пациентом, вопросы приверженности, как уже было доложено. А это значимо влияет, да, если пациент не будет пить препараты, у него будет ухудшаться качество жизни, конечно же, наше лечение он получать не будет. Спасибо за внимание. Николай Игоревич, спасибо большое. Коллеги, у нас есть 5 минут для дискуссии. Пожалуйста, ваше мнение, комментарии, вопросы. Николай Игоревич, по поводу влияния на исходы. Какие есть данные, может быть, включение параметров качества жизни в прогностические модели и то, что включение этих параметров улучшает эти прогностические модели? Второй вопрос. Как вы видите возможность использования PRO или Patient Reported Outcomes, к которым, собственно, относится качество жизни в дистанционном мониторинге? Какова может быть роль? Так, как раз вот это два таких, соединю ответ, наверное, на два этих вопроса. И когда готовился и углублялся в тематику качества жизни, вот эта аббревиатура PRO, Patient Related Outcomes, сейчас набирает обороты. И действительно было в одном из последних исследований показано, что включение данного показателя помогает улучшить исходы. И если пациент репортирует о том, что у него там улучшилось качество жизни, как один из показателей, у него улучшается симптоматика и другие показатели, то эти пациенты, которые говорили о положительном влиянии, они выживали больше, и исходы их были намного лучше, они реже попадали в больницу с декомпенсацией. И, конечно, вот благодаря тому, что у нас сейчас развитие телемедицинских технологий и других дистанционного такого мониторинга, возможности использования, я думаю, что это поможет, да, такую обратную связь, потому что не всегда, наверное, получается и пациенту попасть на прием, учитывая те барьеры, которые было доложено, а если будут какие-то простые механизмы, благодаря которым пациент может нажать и пару клавиш, либо какое-то еще дополнительное оборудование, которое поможет приводить информацию, а уже будет искусственный интеллект обрабатывать и сигнализировать, например, в той же самой электронной медицинской системе о том, что, например, у этого пациента какие-то флажки красные загорелись, необходимый проактивный вызов этого пациента. Это было бы здорово, и учитывая наш кадровый дефицит и учитывая нагрузку на систему здравоохранения, вот такие, внедрение таких механизмов контроля, да, и отслеживание состояния пациента было бы здорово. Будем ждать в будущем, я думаю, в нашей стране такие инструменты. Спасибо большое. Еще такой вопрос. Понятно, что регресс симптомов, улучшение качества жизни – одна из главных задач для лечения пациентов сердечной недостаточностью, но какое ваше личное мнение к классу рекомендаций или к появлению в клинических рекомендациях тех вмешательств, которые в РКИ не показали эффектов на жесткие конечные точки, а лишь на критерии качества жизни? Ну, лично мое мнение, то, что, конечно же, хочется посмотреть влияние на прогноз, влияние на снижение смертности, не только даже сердечно-сосудистой смертности, хотелось бы и общей смертности, как это было в таких первых исследованиях с теми же самыми бета-адреноблокаторами, ингибитором МПФ. Но с другой стороны, как многие, также научное сообщество, многие профессора подчеркивают, что уже столько много сделано, столько много новых препаратов, чтобы что-то придумать такое, что-то повлияло бы, например, на общую смертность, и доказать, например, снижение таких твердых конечных точек, уже мало что у нас может появиться на таком горизонте. Поэтому, наверное, влияние на качество жизни в дополнение к болезнь модифицирующей терапии, если мы чем-то можем еще улучшить эти качества жизни, это было бы здорово. Вопрос тоже, опять-таки, цены, например, если добавлять какого-либо препарата, например, верик цугуат, например, еще какие-либо другие препараты, насколько сможет, во-первых, сама система здравоохранения все это обеспечить, и, во-вторых, сколько может тот же самый наш пациент, вот как раз к теме Елена Древненко ушли о том, что пациенты с долей роста цены меньше пьют препаратов и меньше комплоентность соблюдают, да. Соответственно, если пациент пожертвует болезнь модифицирующим препаратом, чтобы купить тот препарат, который, например, влияет только на качество жизни, так бы не хотелось. А если он уже на оптимальной медицинской терапии и есть что-то еще, что может позволить улучшить качество жизни, то я только за такой терапией. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас остался еще один очень важный доклад. Это профилактика внезапной сердечной смерти при хронической сердечной недостаточности. Есть ли что-то, кроме таблеток? Чендрыгина Анастасия Александровна, Москва. Добрый день, уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги. Спасибо большое за представление и возможность обсудить вопросы внезапной сердечной смерти, первичной профилактики внезапной сердечной смерти у пациентов с сердечной недостаточностью, что особенно актуально в эру современной медикаментозной терапии, хронической сердечной недостаточности. В первую очередь важно подчеркнуть, что внезапная сердечная смерть является одной из ведущих причин смерти у таких пациентов, что также убедительно подтверждает постфоканализ исследования «Парадигм», выполненный в 2014 году, который продемонстрировал, что у пациентов с ХСН с низкой фракцией выброса 40% смертей были обусловлены внезапной сердечной смертью. Российские и международные рекомендации едины в своем мнении относительно показаний к имплантации ИКД у пациентов с сердечной недостаточностью и говорят нам о том, что если у пациента имеет место фракция выброса меньше 35% и симптомы НИХА 1-2, несмотря на проводимую оптимальную медикаментозную терапию, то таким пациентам необходимо имплантировать ИКД. Причем хочу подчеркнуть, что класс рекомендаций для этой терапии достаточно высок. Если обратиться к данным реальной клинической практики, то они также подтверждают значимую роль ИКД у таких пациентов. Данные регистра ERCRT-ICD, который включил в себя 44 центра в Европе и более 2000 пациентов, находящихся на трехкомпонентной терапии ХСН, продемонстрировал, что в группе пациентов, у которых была имплантирована ИКД, кумулятивная частота внезапной сердечной смерти была достоверно ниже, а также была значима ниже смерть от всех причин, которая различалась от группы контроля на 27%. С другой стороны, мы видим, что современная медикаментозная терапия хронической сердечной недостаточности продолжает влиять на внезапную сердечную смерть даже у пациентов с имплантированным ИКД. Так, если посмотреть на постхок анализ исследования парадигм, то мы увидим, что у пациентов с имплантированным ИКД, которые получали ARNI, риск внезапной сердечной смерти был на 50% ниже по сравнению с теми пациентами, кто этот препарат не получал. Кроме того, рандомизированные ретроспективные данные около 5000 пациентов демонстрируют, что каждый дополнительный препарат базовой терапии ХСН позволяет у пациентов с ХСН и имплантированным ИКД позволяет снизить смертность на 36%. Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что медикаментозная терапия сердечной недостаточности и ИКД дополняют друг друга. Это мы видим потому, что механизм разъединения внезапной сердечной смерти у пациентов с ХСН достаточно сложен. С одной стороны, влияет патологическая активация симпата адреналовой системы и системы РАС, которая приводит к развитию интерстициального фиброза и структурного ремоделирования миокарда. С другой стороны, имеет место повреждение миокарда в результате ишемии, артериальной гипертонии или токсического воздействия. Все это приводит к патологическому электрофизиологическому ремоделированию миокарда и электромеханической диссоциации кардиомиоцитов, формируя субстрат аритмии и, соответственно, повышает риски внезапной сердечной смерти. Таким образом, ИКД позволяет корректировать ритм, но не влияет на субстрат аритмии. В то время как, если мы назначаем базовую терапию ХСН, она способствует развитию обратного ремоделирования, а также, возможно, может ингибировать опосредованные нейрогуморальными механизмами желудочковыми нарушениями ритма. Однако для того, чтобы мы увидели эффект от базовой терапии, требуется время. И поэтому актуальным остается вопрос, как долго мы должны проводить оптимальную медикаментозную терапию, прежде чем обсуждать необходимость первичной профилактики внезапной сердечной смерти. В российских рекомендациях сроки ОМТ не оговариваются отдельно. Европейские рекомендации говорят нам о том, что лечить таких пациентов мы должны 3 месяца или более. Американские рекомендации предусматривают 3-6 месяцев оптимальной медикаментозной терапии. Но достаточно ли 3 месяца медикаментозной терапии хронической сердечной недостаточности в настоящее время? Рекомендации, о которых упоминалось в отношении показаний к имплантации профилактической ЭКД, в основном базируются на исследованиях, которые выполнены более 20 лет назад. И если мы посмотрим, то базовая терапия ХСН во многих исследованиях была далеко не оптимальной. И сроки 3 месяца были достаточно условны, а за последнее время наши подходы к медикаментозной терапии ХСН существенно изменились. И в настоящее время мы имеем 4 класса препаратов. Это препараты, влияющие на систему РАС, бета-блокаторы и глифлозины, которые независимо снижают риск внезапной сердечной смерти. И этот эффект достаточно высок, на 20-25%. Такое действие болезнь модифицирующей терапии ХСН связано с влиянием данных препаратов на обратное ремоделирование левого желудочка, которое, как было продемонстрировано, существенно ассоциируется с риском желудочковых нарушений и ритма. Так, результаты исследования МАДИТ-СРТ, которое оценивало влияние СРТ на фракцию выброса и объема левого желудочка, а также ассоциацию изменения этих параметров с рисками желудочковой тахикардии, показало, что чем больше у пациента снижался конечный диастолический размер, тем ниже у этих пациентов развивались желудочковые нарушения ритма. Также постхоканализ ДАП-ИЧФ продемонстрировал, что у пациентов прирост фракции выброса на каждые 5% ассоциируется со снижением жизнеугрожающих нарушений ритма на 14%. Кроме того, если говорить о комбинированной терапии всеми четырьмя классами препаратов, мы видим, что на фоне такой терапии около 60% пациентов повышают фракцию выброса левого желудочка, от 10 до 22 нормализуют фракцию выброса левого желудочка. Таким образом, большая часть пациентов может выйти из показаний для имплантации первичной профилактической ЭКД. И мы вновь возвращаемся к вопросу, достаточно ли 3 месяца до того, как мы будем видеть эффект оптимальной медикаментозной терапии до того уровня, чтобы пациент вышел из показаний к имплантации ЭКД. И отвечает нам на этот вопрос знаковое исследование в этой области ПРУФ-ИЧФ, которое оценивало скорость обратного ремоделирования левого желудочка и уровень биомаркеров НТПРО-БМП при замене ингибиторов АПФ на Юперио. И было продемонстрировано, что через 6 месяцев терапии Юперио фракция выброса левого желудочка у пациентов увеличивается на 5,2%, а через 12 месяцев прирост составляет 9,4%. Таким образом, также было проанализировано, какой процент пациентов поднимает фракцию выброса больше 35% и выходит из показаний для профилактической ЭКД. Через 6 месяцев доля таких пациентов составила 32%, а через 12% – 62%. В недавно опубликованном многоцентровом исследовании также было продемонстрировано, что инициация терапии хронической сердечной недостаточности пациентам с впервые выявленной ХСН позволяет, показывает, что доля пациентов, которые улучшают фракцию выброса больше 35% через 3 месяца составляет 46%, через 6 месяцев – 68% и через 12 месяцев – у 77%. Также обращаю ваше внимание, что в данном исследовании было отмечено, что дозы препаратов сердечной недостаточности через 90 дней были достигнуты у 50%, а через 180 дней – у 75%. И что среди тех пациентов, которые получали целевые дозы препаратов, большая часть из них – 72% – улучшили фракцию выброса левого желудочка до 35% и выше. Таким образом, если мы обсуждаем вопрос более длительной терапии хронической сердечной недостаточности, прежде чем рассматривать вопрос о первичной профилактике внезапной сердечной смерти, актуальным остается вопрос, а какие остаточные риски внезапной сердечной смерти у таких пациентов. И крупный метаанализ, который включил ключевые исследования, выполненные у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, таких исследований было включено 14, и данный метаанализ анализировал, как меняется динамика внезапной сердечной смерти по мере того, как мы улучшаем базовую терапию ХСН. И было продемонстрировано, что за год у пациентов с ХСН имеет место число случаев 3,7 на 100 пациентов в год. А за 6 месяцев процент случаев внезапной сердечной смерти составляет 2%. И данные этого метаанализа также подтверждают результат из реальной клинической практики. Крупнейший регистр прохронической сердечной недостаточности, в который было включено более 6 тысяч пациентов, из них 50% с низкой фракцией выброса, продемонстрировал, что частота случаев внезапной сердечной смерти также в год составляет 3,4 на 100 пациента лет в когорте пациентов с ХСН с низкой фракцией выброса. Однако в настоящее время нет единого консенсуса, который говорил бы нам, какой риск внезапной сердечной смерти высокий у пациентов с ХСН с низкой фракцией и являлся бы для нас неким ориентиром для принятия решения в имплантации первичной профилактической ЭКД. Но по динамике обратного ремоделирования мы видим, что со временем на фоне оптимальной медикаментозной терапии большая часть пациентов достигает уровня фракции выброса больше 35 и выходит из показаний к профилактической ЭКД. Однако я хотела бы отдельно обратить внимание на то, что если мы рассматриваем более длительный период лечения пациента оптимальной медикаментозной терапией до решения имплантации кардиовертора-дефибриллятора, подход должен быть индивидуальным. Мы обязательно должны оценивать факторы, которые влияют как на скорость обратного ремоделирования, так и на риски внезапной сердечной смерти. Поэтому существенными являются такие параметры, как инфаркт миокардового анамнеза, большой рыбец по данным МРТ, сопутствующая патология. Особо хотелось бы отметить, что следует исключать специфические кардиомиопатии, саркоидоз, ретмогенодисплазию правого желудочка и ламинопатии, и ряд других, для которых, в принципе, существуют отдельные рекомендации относительно показаний для имплантации ЭКД для первичной профилактики. Поэтому в настоящее время нам необходим алгоритм для принятия решений, который бы помогал учитывать все имеющиеся индивидуальные факторы пациента и на основании этого давать информацию для принятия решений о имплантации первичного ЭКД. И в заключении я хотела бы еще раз подчеркнуть, что внезапная сердечная смерть является одной из ведущих причин смерти у пациентов с сердечно-недостаточно низкой фракцией. И механизмы внезапной сердечной смерти у пациентов с сердечной недостаточностью сложные, включают как патологическое влияние нейрогоморальных систем, так и прямые триггеры. Оптимальная медикаментозная терапия сердечной недостаточности и ЭКД для первичной профилактики взаимоподополняет друг друга, поэтому очень важен индивидуальный подход к выбору длительности продолжения УМТ до вмешательства и индивидуальный подход к выбору пациента. Спасибо. Анастасия Александровна, большое спасибо за очень интересный доклад. Уважаемые коллеги, может быть у кого-то есть вопросы к Анастасии Александровне или к предыдущим докладчикам? Нет, в зале у нас нет. Спасибо большое, Анастасия Александровна, за представление данных и за увязку вопросов ремоделирования обратного. И, может быть, стоит еще подчеркнуть одно из заключительных исследований, которые вы представляли, публикация 2024 года на Европейском конгрессе, была отмечена среди топовых по своей значимости. Может быть, особенностью является также и то, что здесь была не только рекомендованная болезнь, болезнь модифицирующая терапия, но параллельно носимые кардиоверторы-дефибрилляторы, и количество желудочковых тахиаритмий было минимально менее 2%. И, конечно, впечатляет доля пациентов, которые вышли из показаний к имплантации КД на приверженных к болезнь модифицирующей терапии. Ваш доклад был просто блестящим завершением тех тем, которые мы обсуждали. Глубоко уважаемые коллеги, большое спасибо за участие в симпозиуме. Я благодарю спикеров. Анжела Евгеньевна представила организационные моменты и барьеры к введению пациентов с сердечной недостаточностью и предложила пути решения. Виктория Александровна представила доказательную базу по оптимальной медикаментозной терапии, которую мы сегодня по праву называем болезнь модифицирующей, может, она реально меняет путь пациентов. Ну и далее коллеги обсуждали очень важные практические вопросы. Андрей Николаевич, вопросы полипрагмазии. Николай Игоревич обсуждал вопросы тех качества жизни и то, о чем нам сообщают наши пациенты. И Елена Андреевна представила данные собственного исследования, показав то, как пациенты видят свою болезнь и свою терапию и всегда ли мы одинаково смотрим на эти проблемы. Но и Анастасия Александровна доказала своим докладом и данными, которые там были приведены, о важности соблюдения режима терапии. Мы благодарим всех за участие. И сейчас хотелось бы пригласить на заключительную сессию в зале пленарных заседаний, где будут представлены клинические рекомендации новые и будет награждение победителей всех конкурсов, которые были на этом замечательном конгрессе. Большое спасибо за участие, за внимание, за открытость и за отношения. Спасибо. 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 Спасибо.